Добрый день, вы смотрите выпуск новостей. Меня зовут Егор Матаев. Начну, как всегда, с главных тем. Пять жилых домов оказались отрезанной водой в селе Староалейское Третьяковского района. Из-за паводка там размыло дороги. Какие еще села оказались под угрозой подтопления, расскажем в выпуске. Полицейские пресекли работу группы мошенников в Бурнауле. Злоумышленники похитили у физических и юридических лиц больше 10 миллионов рублей. Подробности через несколько минут. В Бурнауэльской галерее изобразительного искусства Республика ИЗО работают сразу четыре выставки. Экспозиции многосложные, но пронизаны общим весенним настроением. В галерее побывала наша съемочная группа. Пять жилых домов оказались отрезаны водой в селе Староалейское Третьяковского района. Из-за паводка там размыло дороги. К родственникам эвакуированы три человека. Спасатели находятся на месте. Оказывают необходимую помощь сельчанам, проживающим в изолированных водой домах. Организовано информирование сельчан об обстановке. Вопросы безопасности населения будут обсуждать сегодня на совещании местной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Если ваш дом попадает в зону затопления, следите за информацией в местных СМИ на информационных стендах. Также можно обращаться к сельским старостам. Примите к сведению и выполняйте все требования местных властей. Также о подтоплениях пишут жители села Краснощоково в социальных сетях. Они рассказали о том, что их начало топить. Как пишут подписчики сообщества Барнаул-22, вода потоками течет с сопок и заходит в райцентр. Уже подтоплены некоторые улицы, пожарная часть и ДРСУ. Автор видео отмечает, что это только начало и вскоре вода может пойти и дальше. Напомню, главным управлением краевого МЧС в этом году ожидается серьезная паводковая ситуация. Из-за большого количества снега, выпавшего этой зимой на промерзшую почву, весеннее половодье может проходить в сложных условиях. Сегодня туда направлены сотрудники аэромобильной группировки главного управления МЧС. Продолжаем выпуск. Полицейские пресекли работу группы мошенников в Барнауле. Злоумышленники похитили у физических и юридических лиц больше 10 миллионов рублей. Сотрудники главка МВД при поддержке Росгвардии задержали двух уроженцев Алтайского края. 1989 и 1994 годов рождения. По данным следствия установлено, что подозреваемые размещали в интернете объявление о продаже сельскохозяйственной продукции. Сахара, растительного масла, муки и круп. Получая телефонный звонок от покупателя, лжепродавцы представлялись вымышленными именами, выдавали себя за менеджеров и предлагали перевести им предоплату. После зачисления денег они меняли номера телефонов. Один из подозреваемых был задержан в Барнауле, другого задержали на территории Республики Крым. В их отношении возбуждено уголовное дело. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции разыскивают соучастников преступления. Напоминаем, что при совершении сделок необходимо изучить сведения, когда начала свою работу организация, кто являлся клиентом, получить достоверные отзывы о ее деятельности. Если необходимая информация отсутствует, то это должно вызывать сомнения и подтолкнуть тому, чтобы сделать выбор в пользу других более надежных коммерческих партнеров. И к другим темам. Полосы для общественного транспорта, возможно, появятся в Барнауле. Мэрия предложила жителям краевой столицы обсудить вопрос об их создании. Власти уже разработали проектную документацию. По словам специалистов, это повысит эффективность работы автобусов, но может привести к пробкам. Выделенные полосы для общественного транспорта предлагают сделать на улице Матросова, Петросухова, Пионеров, Партизанской и Проспекте Строителей. Всего должно появиться семь таких участков. Цыплят по осени считают, а качество ремонта дорог определяют по весне. Комиссия по проверке состояния дорожного полотна посетила Новоалтайск. С подробностями наш корреспондент Константин Ганов. У меня за спиной флагман алтайского машиностроения – знаменитый Алтайвагон. Улица имени 22-го партсъезда много лет не знала нормального ремонта, и рабочие буквально по колдобинам добирались до своих рабочих мест. Но в 2019 году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» появилось вот это почти идеальное асфальтобетонное покрытие, которое до сих пор в очень хорошем состоянии. И в таком состоянии оно должно продержаться как минимум до 2030 года. Как только на улицах Новоалтайска ставил снег, специальная комиссия отправилась на осмотр качества асфальта, уложенного в рамках нацпроекта в прошлые годы. В составе комиссии – Общероссийский народный фронт, представители Минтранса региона и администрации города. Но первыми, в свою оценку, дали простые новоалтайцы. Не растаял асфальт, держится, посмотрим. Надолго его хватит. Мой муж ездит ровно по дороге, не скачет по кочкам. Проще, чем было раньше, потому что мы выезжали, только ямы объезжали. А сейчас намного попроще стало. Работы по замене и ремонту дорожного полотна в Новоалтайске осложнялись частичным отсутствием в городе так называемой вертикальной планировки. Проще говоря, неясно было, куда отводить талые и дождевые воды. Подрядчику в некоторых случаях пришлось проявлять смекалку и подтверждать ее точными расчетами. Где-то рядом с дорогой проходила ливневая канализация. Дополнительно, совместно с администрацией делали ливнеприемный колодец, которого не было. И делали сброс в эту ливневую канализацию. Было единственное решение, куда убрать воду. Таким образом, с начала реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Новоалтайске отремонтировано более 23,5 километров автомобильных дорог. Как результат, у представителей администрации Новоалтайска претензий к качеству обновленных покрытий нет. Все работы выполнены из высококачественных материалов, соблюдением современных технологий. Однако, совсем без замечаний не обошлось. На ряде участков, особенно мы сейчас видим, и по улицам, по которым мы проходились, ведется работа по весеннему содержанию уборки снега. При очистке тяжелой техникой у нас деформируются, в некоторых местах приходят в негодность и разрушаются бортовые камни, где-то чуть-чуть асфальтобетонное покрытие. Благодаря проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Новоалтайске удалось ликвидировать все места концентрации дорожно-транспортных происшествий. В наступившем и последующих сезонах в городе перейдут к ремонту проселочных дорог. В частности, будет приведена в порядок дорога к микрорайону Новогорскому, а также участок между улицами Набережная и 2-я Залинейная. Со временем все микрорайоны города Спутника позволят его жителям чувствовать себя настоящими горожанами. Константин Ганов, Анатолий Фукс, Новости. Двадцати двум шагам технологии уборки обучаются барнаульские горничные, чтобы достойно встретить спортсменов и зрителей второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каное. 40 гостиниц краевой столицы выбрали для их размещения. От каждой отобрали одну горничную и администратора, чтобы обучить современным стандартам обслуживания. Кто в первую очередь встречает гостей, это персонал, это администраторы, это горничные. И вот сегодня у нас проходит мастер-класс на базе гостиницы Алтай, завтра будет проходить мастер-класс на базе гостиницы Колос, а девятого уже мастер-класс на базе гостиницы Барнаул. То есть мы сочетаем теоретическую часть, которая у нас состояла вчера, и практическую часть. Важна каждая мелочь. Как стучать в дверь, что делать в первую очередь, заправлять кровать или провести обработку санузла. На мастер-классе выделяют внимание внешнему виду горничных и их поведению. Необходимо для того, чтобы знать технологию уборки номерного фонда, знать стандарты обслуживания гостей. Это очень важно, потому что в нашей профессии, если ты что-то сделаешь не так, мы испортим настроение гостю, испортим номерной фонд, потому что это для нас самое главное. Обучение для горничных бесплатное. Его проводят за счет средств краевого бюджета по программе развития туризма в крае. Мастер-классы ведут опытные специалисты и члены Ассоциации Алтайское гостеприимство. Это директора ведущих гостиниц края. Уже обучено 80 горничных в Белокурихе. В Алтайском крае завершился отбор волонтеров второго этапа Кубка мира по гребле на Байдарках и Каное. Он пройдет в Барнауле с 20 по 23 мая. Волонтерами станут больше 400 человек в возрасте от 18 лет. Отбор кандидатов проходил по следующим критериям. Коммуникабельность, расустойчивость, умение работать в команде, толерантность к иным национальностям, религиям и конфессиям. Способность брать на себя ответственность, а также умение следовать инструкции. Во время отбора больше 1000 человек из 40 регионов России заполнили заявки в волонтерский корпус. На телефон горячей линии поступило более 2000 звонков, а также было проведено 600 собеседований. Добавлю, в волонтерском штабе уже начали распределение волонтеров по рабочим функциям. Мы уже начали отбирать команду волонтеров, поэтому почаще проверяй свою почту и находи там письмо с приглашением в волонтерский корпус второго этапа Кубка мира по гребле на Вайдарках и Каноэ. Ну что ж, дорогой волонтер, до встречи на гостеприимной алтайской земле. В Барновойской галерее изобразительного искусства Республика ИЗО работают сразу 4 выставки. Экспозиции многосложные, но пронизаны общим весенним настроением. В галерее побывала наша съемочная группа. Три персональные и одна большая коллективная выставка представлены сейчас в галерее Республика ИЗО. Это экспозиция самодеятельной художницы Маргариты Рохлиной «Будь собой». Абстрактные импрессионизмы Екатерины Густавой, художницы Санкт-Петербурга. А также работа Анастасии Шенгиной, вернувшейся к живописи после пятилетнего перерыва. Сейчас она нашла для себя нишу, в которой хочет творить. Я сочетаю масло вместе с выжигательным станком в технике пирографии. Я считаю, что я новатор в этой теме, потому что до этого я не видела работ, где бы сочетали масло и этот станок выжигательный. Кроме того, в Большом зале галереи открыта выставка барнаульской графики. Она представлена Иваном Быковым, Ингой Бутиной, Ольгой Поповой и другими авторами. Здесь представлены члены Союза художников. Меня часто обвиняют в том, что я не обращаю внимания на серьезных авторов, членов Союза художников. Я говорю, нет, обращаю, делаю лучшую, на мой взгляд, сейчас выставку в Барнауле. Прекрасные, замечательные авторы, умные, серьезные, ироничные. Так что приходите, будет интересно. Познакомиться с выставками можно до 9 мая. Кроме того, в выходные дни в галерее проходят встречи с авторами. Ближайшее состоится 10 апреля. Юлия Шеламова, Алексей Михайлов, Новости. Вот это у меня все. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова